Ну что же, привет! Мы сегодня распаковываем заслонку. Заслонка пришла у нас из восточных стран. Давайте посмотрим на комплект, как он выглядит. Тут у нас идет вакуумный шланг. Отлично. Компрессор в такой белой штучке. Немножко помято, но ничего страшного бывает. Компрессор. О, вместе с пультом. С кнопочками с такими. Open, close. Для двух режимов звука. Можно вот эту вот часть в прикуриватель воткнуть. Но также можно обрезать здесь провода. И в потайное какое-нибудь место засунуть этот компрессор, чтобы не было видно. Ну и, собственно, сама заслонка. Раздвоение так выглядит. Все очень красиво. И вот сама заслонка. С управлением с вакуумным. Вот она сюда прикручивается. Дальше идет еще один отвод. Вот так. Либо есть еще вариант более простой, но он для сервисов. Он продвинутый для сервисов. Самим довольно-таки сложно без опыта сварки это будет установить. То, что мы чаще всего делаем и используем, это вот такая вот заслонка. Видите, она отличается тем, что здесь нет никаких дополнительных деталей. Просто она стоит и вакуумом открывается и закрывается. Стоит эта штука до 9 тысяч рублей сама по себе. Ее установка тоже стоит в районе 9 тысяч рублей со сварочными работами, с подключением. И по времени все это делается за часа, за три, за четыре. Когда заслонку устанавливаешь сам, может пройти не все гладко. Во-первых, можно приварить таким образом выхлопную систему, что она будет биться об корпус автомобиля. Это будет неприятно. Можно подключить вот этот вот компрессор, и он не будет работать, потому что можно пережечь, так скажем, напряжением. Не туда немножко подключиться. Можно провести вот этот вот провод, и он будет задевать, например, об выхлопную или где-нибудь около пружин. И он тоже перетрется, и в конце концов это все отправится в мусорку. Чтобы не сталкиваться с этими проблемами, вы можете приехать к нам и установить уже заслонку профессионально. Мы даем гарантию один год. Все ссылки в описании.